Наши мысли обладают способностью привлекать что-то в нашу жизнь. Об этом не рассказывают в школе. Вот в чем проблема. Вот почему в мире так много бедных людей. Как только вы начинаете материализовывать свои желания, они уже начинают как-то обретать какую-то форму. Мало кто задумывается, но на самом деле мы живем одновременно в двух мирах, двух реальностях. Внутренней реальности наших мыслей, чувств и взглядов. И внешней реальности, где существуют люди, места, вещи и события. И все, что происходит вокруг нас. И от того, что человек не в силах разделить этот внутренний и внешний мир, в нашей жизни ключевую роль и фундаментом всех обстоятельств, берет на себя внешний мир, наше сознание. И поскольку все восприятие того, что нас окружает, приходится на внешний мир, мы не имеем возможности осознать, какой скрытой силой мы обладаем. Все по своей сути является энергией. И когда мы размышляем, мы оперируем огромным объемом энергии в форме мысли. Единичная мысль не обладает большой силой. Но если вы будете многократно прокручивать ее в своей голове, то можно сконцентрировать и увеличить ее силу. Приведу пример. Все мы в детстве баловались с увеличительным стеклом, выжигая на лавочке возле дома свои имена и всякие надписи. Через это увеличительное стекло проходят солнечные лучи. И если двигать его из стороны в сторону, то энергия солнечных лучей рассеивается и не проявляется. Но стоило зафиксировать его на определенной высоте, все лучи, которые попадали на него, концентрировались в одной точке, обретая силу, способную вызвать возгорание. То же самое происходит и с нашими мыслями. Если вы научитесь развивать и концентрировать свои мысли, то вы усилите их потенциал. Ведь ни для кого не секрет, что наши страхи, убеждения, взгляды и желания оказывают влияние на нас самих и на то, что нас окружает. Мы не обращаем внимания на свои мысли, когда просыпаемся. А ведь от этого напрямую зависит, как сложится наш дальнейший день. Только представьте, если бы за каждую нашу мысль, в зависимости от ее характера, нам давали бы за положительную или забирали за негативную, ну хотя бы по рублю. Это учитывая, что в день у нас в голове прокручивается не одна тысяча мыслей. Как бы изменились люди, их мировоззрение и окружающая действительность. Нравится вам это или нет, но своими мыслями вы создаете собственную реальность. И если вы хотите изменить свою жизнь, первым шагом, который вы должны сделать, это следить за течением своих мыслей. Мысли материализуются. Я думаю, эта фраза знакома каждому не понаслышке. Каждый из нас хотя бы один раз ощутил на себе силу своих мыслей, когда и происходило то, о чем постоянно думаем. Если вы стремитесь к финансовому процветанию и успеху, но все время жалуетесь на проблемы и недостаток денег, вы никогда не добьетесь этого достатка. Когда вам нужно найти более интересную и перспективную работу, чтобы раскрыть свой потенциал, твердите, что ее нет, вы ее и не найдете. Или может вам хочется стать более общительным и компанейским, чтобы всегда поддержать разговор или компанию. Однако вы постоянно думаете, что вы неловкий и скромный. Вы лишь будете тешить себя надеждой, что когда-нибудь приобретете желанную силу. Чтобы сдвинуться с места, необходимо изменить свой образ мыслей. То, что происходит у вас в голове, происходит и с вами. В изречении Евангелия от Луки написано, «Всякому имущему дано будет, а у неимущего отнимется и то, что есть». На первый взгляд казалось бы, что это несправедливо. То, что у того, кто имеет многое, будет еще больше. А у того, кто ничего не имеет, ничего и не будет. Поразмыслив над этим высказыванием, вы поймете, что оно имеет глубокий смысл. В этом и заключается суть мышления. У имущего человека все мысли направлены на достижение еще большего. А у человека бедного и несчастного, все мысли только о том, что ему не повезло в жизни и что он несчастлив. И если вы решили, чего хотите от жизни, тогда развивайте и практикуйте ваше сознание в этом направлении. Поэтому, мой друг, я попрошу тебя крайне внимательно следить за ходом своих мыслей и стараться фильтровать ту информацию, которая поступает к вам в сознании. И запомните, ваш мозг подобен саду, в котором садовником являетесь вы сами. И вам в любом случае придется пожинать плоды либо своего труда, либо собственного бездействия. К сознанию относятся наши убеждения, осознанность, закладка мыслей, визуализация и мысленное представление, о которых мы поговорим в сериях следующих видео. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С вами был Александр. Пока-пока.